4 ноября во Дворце культуры имени Воровского состоялась долгожданная премьера «Дайте бабушке вечный покой». Это название нового спектакля, который поставили актеры Народного театра под руководством режиссера Ирины Герман. Это очередная успешная постановка театра в этом году по пьесам Льва Казарновского. О том, как приняли зрители интересную комедию с глубоким смыслом, выяснила наша съемочная группа. Многие местные театралы хорошо усвоили. Ирина Витальевна Герман весьма щепетильно в отборе пьес для постановки предпочитает астросовременное произведение. В новой постановке Народного театра задействовано немного актеров. Однако сколько сил, времени и души было вложено в постановку спектакля, известно только этой небольшой труппе. На премьере мы всегда знаем, что у нас самые любимые зрители, которые любят больше всего нас, и которых мы любим, это наши близкие и наши друзья, и просто зрители, которые давно ходят в этот зал. И мы надеемся, что вот сегодня у нас произойдет такое вот дружеское единение. День праздника всякого и православного Казанской Божьей Матери, и день единения государственного праздника, с коим мы вас от души поздравляем. И просим вас быть сегодня с нами в одном, ну, в одном ритме с нами жить. Если вам смешно, смейтесь, пожалуйста. Если вдруг какая-то шероховатость, давайте промахнем. И олимпийские чемпионы тоже падают, бывают на льду, но их поддерживает зал. В общем, нам сегодня очень нужна ваша поддержка. Занавес открывается и начинается волшебство театра, в которое окунаешься сразу без остатка. Лирическая комедия, море позитива, ярких эмоций, смешных шуток. Так отождествляется пьеса Льва Казарновского. Сюжет спектакля непростой. Молодая семья решает от бытовых проблем и безденежья спастись за границей. Германия вместе с престарелой больной бабушкой. В планах получения вида на жительство и гражданство. И все уже вроде на мази, но вот незадача. Бабушка в последний момент отходит в мир иной. Ну, не отменять же из-за этого такой долгожданный выезд. Вместо бабушки в инвалидное кресло молодые сажают манекен. Фантастика, но выезд-то удается. А что дальше у наших героев? В их жизнь словно вихрь врываются соседка Ульяна Семеновна и непредсказуемый немец Шульц. Любовь, смех и слезы. Все это впереди. Пока человек жив, он должен общаться с другими людьми, а не с государством. Ставьте нас в покое с вашими нравоучениями. Эй, подожди. Понимаете, бабушке еще нужно приготовиться к новой обстановке. И вообще, она не любит, когда ее лишний раз тормошат. Да знаю я, как вы разберетесь. Ну, что это такое, а? Ой, вообще, ладно, что с вами говорить? Пойду разогревать кашу. Какая кашка? Не надо. Никакой кашки. Ничего вообще не надо. Дайте бабушке спокойно поспать ее из-за вас. Вот уже скоро нервный тик начнется. Неужели? Дайте посмотрим, что здесь. Не надо. Не надо на нее смотреть. Я вас в последний раз прошу. Дайте покой нам и нашей бабушке. Постановка получилась очень живой, смешной и ироничной. Но комедийные моменты спектакля – это всего лишь поверхностное представление о жизни главных героев. В каждой пьесе Льва Казарновского таится некий глубокий смысл. Через призму смеха зритель смог разглядеть истинные чувства персонажей и их взаимоотношения. Премьера спектакля прошла с большим успехом. Зрители по достоинству оценили постановку Народного театра и игру актеров, которые на сцене по-настоящему выложились. По словам режиссера Народного театра Ирины Герман, успеха не было бы, если не любовь к своему делу и театру.